Гость на радио «Голос Берлина». Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день всем. У нас сегодня замечательный день. Вообще чудесно, что это происходит в пятницу. Конец недели, мы все расслабляемся, и у нас такой семейный эфир. Семейный подряд, да. Варя Шмыкова. А дальше не знаю, кого первым представлять. По старшинству. Конечно, мужа, да. Да, Даня Радлов и Лукошкин. У нас в Лукошке спрятан. Да, да, да. Но я почему-то практически уверена, что он еще заявит о себе, проявит себя, и мы его еще и увидим, и услышим. И услышим, точно. Но пока что начнем с мамы. Ребят, во-первых, привет. Привет. Очень радостно прийти сюда. Я тоже ужасно рада. Даже сейчас запуталась в датах, когда мы последний раз виделись. Оказалось, что уже полгода. Полгода, да. И по-хорошему полгода, ведь это не так много времени, но за эти полгода какое-то безумное количество событий в вашей жизни произошло и в творческом плане, и в семейном плане. И вот об этом мы будем говорить. Я только хотела вначале спросить, мы хотим по-эмоциональному как-то расставить приоритеты в нашем рассказе или в хронологии будем? Ой. Я, ну, наверное, можно в хронологии добавляю туда немножко... Немножко эмоции. Немножко эмоции. Немножко. Ну, для начала, конечно, мне ужасно хочется спросить, потому что все-таки полгода прошло, с нашей последней встречи. Как развивается, если развивается, ваш роман с Берлином? Ой, вот сейчас он как раз вот в этой фазе, знаете... Конфетная. Да, я хотела... Цветочный конфетный. Я так и хотела сказать. У вас конфетно-букетный период? Да, потому что мы с Даней не застали... В первый год, когда приехали в Берлин, мы не застали весну. И сейчас мы... Да, весну и лето, да. И мы находимся в каком-то просто новом для нас городе, который расцветает, который пахнет. Невероятно. Эта сирень цветущая просто нас сводит с ума, в хорошем смысле. И да, и какое-то прямо такое ощущение свидания каждый день. И клубника, кстати. Она не зря, между прочим, у нас здесь, потому что сейчас начался сезон, и буквально... Даня, ты тоже можешь взять такую речку. Давай назовем это конфетно-букетно-клубничный период. В Берлине, но я думаю, в других городах тоже, но могу говорить только про Берлин, неожиданно в какой-то момент, вот ты засыпаешь вечером, утром просыпаешься, и по всему городу появляются домики-клубнички. Я помню, мой ребенок всегда младше говорил, какое-то волшебство, они из-под земли вырастают, потому что ты никогда не видишь, кто их расставляет, кто их развозит. Ты утром просыпаешься, выходишь, и везде стоят вот эти чудесные домики-клубнички, в них совершенно очаровательные бабушки, обычно, или там студенты, школьники, которые продают эту клубнику. Это уже настоящая наша местная клубника. Мой месяц только начался. Мне писали пару подписчиц про то, что здесь есть какая-то долина клубничная, что-то, я не помню. Это вот мы не будем сейчас делать им рекламу. Я скажу вам потом, это такое наше, одно из любимых развлечений, ездить собирать самим клубнику. То есть ты 80% собираешь в себя, а когда места уже не остается, тогда ты идешь и взвешиваешь то, что ты собрал, и платишь за это. Ну, это действительно стоящая вещь. Потом год ты не хочешь уже никакой клубники. То есть у вас сейчас все хорошо. У вас такой прям настоящий рамп, настоящая влюбленность. Ну, могу вам только пожелать, чтобы с окончанием и весны, и лета это не закончилось, конечно, продолжалось дальше. Ну, раз в хронологии, последний раз мы общались перед тем, как должен был состояться первый спектакль «Клуб Разбитых Сердец». Он потом состоялся. Как он состоялся, я знаю, лично присутствовала. И потом начались гастроли. Да. Вот давайте вы расскажете мне про гастроли, потому что я так понимаю, что Даня, все знают Даню Радлова в первую очередь как диджея, но я так понимаю, что он выполняет роль продюсера, организатора, вместе со своим заместителем, который сейчас спит. Он отдыхает. Да. Замдиректора, да? Да-да-да. Как прошли гастроли? Какие города? Какие люди? Кто приходил? Какие были разговоры после спектакля? И вот это мне очень интересно. Ну, на самом деле, тут, да, хочется поблагодарить прилюдно Даню, который взял на себя, ну, вообще, это очень большое дело, и я, будучи артисткой театра, Юлий Ансамбль, я помню, сколько было на плечах у нашего там Леши, директора, да, сколько на нем было всяких этих дат, билетов, не запутаться, коммуникация, а тут Даня взял просто, я оседлал этого коня, и у нас, я тебе скажу, что все складывается как-то вообще прям очень хорошо. Мы, Даня, ты в октябре начала общаться, да, уже вот с... Да, с Швейцарии как раз, когда мы сейчас поедем. А, да, уже в октябре тогда. Да, после спектакля здесь как раз они написали. Точно. И мы скоро, вот как раз ближайшие наши гастроли, будут в Швейцарию, мы поедем в Женеву и в Цюрих. Угу. 15-16 мая. Ну, расскажите про то, что прошу, про Ереван, про Грузию, про людей, про зрителей. Это было просто невероятно. Это было невероятно, потому что для нас это были больше, чем гастроли, потому что, если кто-то подписан на нас в Инстаграме, то знает, что мы там увиделись с нашей семьей. Давай скажем на всякий случай Инстаграм как называется, как найти. Вдруг есть люди, которые там не подписаны еще. Мой Инстаграм называется Барбараско, нижнее подчеркивание, 92. Данин намного проще, просто Драдлов. Очень смешно, что некоторые пару раз московские СМИ подписывали Даню как Даня Драдлов. Просто ужасно. Отсутствие... Ну, хорошо, Ниш, мы тоже могли теоретить. Господи. Да. Ну, в общем, это было невероятно. Мы начали с Кипра, на котором был солд-аут на 600 человек. Это был первый спектакль с нашим артистом Егором Стосковым, который первый раз играл со мной этот спектакль, и это был просто фурор. То есть, насколько я подвержена самокритике, рефлексии, плюс я еще смотрю, стараюсь смотреть со стороны и на себя, и на спектакль, и на зрителей, и на все вместе, было просто чудесно. Потом уже был Тбилиси, такой более такой... Камерный. Такой, да, ламповый спектакль. Там был бы... Ну, бусинка. Там и зал был меньше всего. А потом был Ереван, в который приехали, ну, действительно, почти все наши московские родственники. Вот тут мы начинаем эмоциональное вставлять, да? Родственники со всего мира приехали из Москвы, приехал дядя мой из Тель-Авива, приехал тетя из Франкфурта. Да. Да, остальные... У нас самая взрослая наша, значит, родственница, сколько боите лет? Восемьдесят. Восемьдесят. С чем-то? Да. И Самой Лукошкин был, видимо, самый младший. Да, да. Герой, главный герой. Да, главный герой был самый младший. Собственно... Да, собственно, почему мы туда всех позвали? Потому что мы из Дании придумали там крестить Луку. И вот была такая семейная сходка. Наши мамы, господи, наши папы, наши братья-сестры, наши тети-дяди, нас было в сумме около... Семнадцати человек. Семнадцати человек, да. На фотографию еле поместились. Опять же, если посмотреть в Инстаграм. Да, да, да. То есть, да, мы этот тур первый планировали именно так, чтобы закончить его в Ереване, потому что у нас изначально появилось предложение поехать на Кипр, потом нам сказали, что из Кипра удобно долететь до Грузии, до Еревана. И мы потом совместили, решили, что Ереван это тот город, где кто-то из родственников не был, но который нам очень понравился в Сваре, когда мы там были. И туда можно приехать без... Туда не нужна виза. Да, туда не нужна виза. И мы можем все собраться и можем все увидеться, потому что моя тетя, которая живет во Франкфурте или мой дядя, который живет в Тель-Авиве, они тоже давно не видели свою маму, то есть мою бабушку. То есть, еще на неделю, и вот неделю просто каждый день жили в одной гостинице и в общем было такое. Встречали за завтраком. Да, догадывали. И все же в одной гостинице жили. Все в одной гостинице, да, и действительно у нас получилось, что очень много кто из наших родственников ни разу не был в Ереване. Это было здорово, они все ходили по тем местам, по которым мы уже ходили. На экскурсии мы ездили. На рынок они ездили. Да, мы сделали с Даней офигенную им программу с дегустациями, с красотами, с видами. Слушайте, просто какие-то идеальные гастроли. Ну, это было правда действительно так. Ну, и плюс ко всему в каждом городе солдат еще. То есть это еще помимо того, что приятно, еще и успешно в плане... Да. Ну, я так понимаю, гастрольные планы, гастрольный тур на этом не заканчивается. Сейчас будет продолжение. Вот ты уже сказал про Швейцарию, еще какие-то страны, да? Даня работает, не вылезая из телефона. Чтобы вы понимали, вся коммуникация происходит каждый день. Иногда выходные можно оторваться. но действительно очень много предложений. Много, во-первых, с одной стороны, с кем нужно общаться и всякие технические вопросы решать, но в целом, да, есть ребята, которые готовы, которым это интересно, и мы с разными организаторами в разных городах общаемся. И это тоже очень классный опыт, потому что я общаюсь и с теми, кто давно уехал и давно занимается организацией мероприятий, и кто, когда мы начинали только общение, строил его, ну, с позиции что мы в этом бизнесе давно, а вы новички, поэтому мы вам сейчас покажем, как это делать. Мы вас научим. А в итоге мы приезжаем, и мы их чему-то учим, мы им что-то показываем, да, ну и понимаем, что, во-первых, работать больше мы с ним не будем, но зато хороший опыт у нас появился. Нет, слушай, опыт, он же кто, как мы знаем, сын ошибок трудных или нетрудных, ну вот как получится. чтобы закончить уже тему этого спектакля, в самое ближайшее время его можно будет увидеть, и счастливчики уже купили билеты, это будет уже восьмого. Прекрасно. Мне кажется, большая доля успеха в работе продюсера, конечно, но что я хотела спросить, в этот раз та же площадка театра М.Дельфи восьмого мая, но другой партнер у тебя будет на сцене. Нет, пока что нет. Нет, будет другой, в тот раз был Миша. А, господи, да, я уже, видишь, у меня его Егор. Да, в тот раз был Миша, действительно. Сейчас будет Егор Стосков. Совершенно другой. То есть это другой спектакль? Вот это я хотела узнать. Это совершенно другой спектакль. Более того, я не ожидала, что это будет другой спектакль. То есть я понимала, конечно, новый партнер, какие-то новые взаимоотношения, появятся, наверное, какие-то новые там примочки какие-то. Симия другая. Да, но тут получился просто другой, и я заново его как бы, не то, чтобы пересобрала, но там он поменялся, он дополнился, он дописался мною. Но, в общем, это была очень счастливая такая, практически, да нет, даже неделя, месяц мы с Егором репетировали. Каждый день. Каждый день, да. Потому что был месяц на гастроли. Кто это? Расскажи, может быть, два слова про это. Егор Стосков, прекрасный мой товарищ, артист в прошлом театра Ленком. Живет сейчас в Париже, скоро приедет сюда. У него день рождения скоро. Передаю привет, Егор, тебе. С днем рождения, в будущем тебе. Ну что ж, про спектакль, наверное, все понятно. Двигаемся в хронологии, в эмоциях дальше. Мне кажется, дальше был Дудь. Нет? Но он был прям... Случился в твоей жизни. Прямо на спектакле. Интервью с Юрием Дудем, и, наверное, тут можно сказать, что жизнь Варвары Шмыковой поделилась на до интервью с Юрой Дудем и после. Но это было действительно совершенно чудесное интервью, и я помню, я оторваться не смогла, я даже тебе написала тогда. Удивительно, откровения вот эти все, которые мы слышали, очень часто такие болезненные, и, конечно, в первую очередь для тебя, но и для тех, кто к тебе неравнодушен, и для тех, кто это смотрел. Я хотела тебя спросить, это Юра такой особенный, что он помогает как-то открыться, что он, я не знаю, вот ты смотришь на него, и вдруг тебе хочется ему действительно быть с ним такой откровенной, или у тебя просто пришел какой-то момент, когда открылись шлюзы, когда вот все, что накопилось, просто из тебя вырвалось, и в этот момент был Юра и камера. Ты знаешь, там совпало два компонента. Безусловно, Юра, который, ну, очень, ну, понятно, как бы профессионал, но он просто очень хороший чувак, я не знаю, ему действительно хочется все рассказать, но и у меня была такая история, что я хочу наконец рассказать. И так совпало, что пришел Юра, и он хочет меня спросить, а я хочу ему рассказать. И вот получилось то, что получилось. Но я в какой-то момент думала, ну, что там он меня будет спрашивать там, ну, про клип вот там вот у этого, или там про съемки там вот этого, или про спектакль там вот с этим, а он про это вообще не спрашивает. И я сижу, говорю, Юра, а ты меня будешь, ну, там про вот это спрашивать, про вот это? И он мне говорит, слушай, а столько уже про это у тебя спрашивали, я захотел сделать совершенно, как бы, другое интервью, и для тебя в том числе. И когда я увидела результат, я написала очень большое Юре сообщение с благодарностью, потому что действительно это для меня стало больше, чем интервью. Конечно. и дышать стало легче, и отношения наладились, и вообще. Наверное, можно это назвать даже, может быть, словом исповедь, нет? Ну да, я не хочу, знаешь, такие громкие слова, но мы понимаем, что я имею в виду. Ну да, 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 ну просто, да. И мне кажется, что очень многие люди, которым ты была симпатична до этого в любом случае, особенно те, кто тебя не знал или мало знал, мне кажется, они тебя совершенно увидели по-другому, с другой стороны, открыли, и уверенно полюбили еще больше. Да, очень многие, даже мои близкие друзья, не знали того, что происходит, и писали потом, что, ай, как, я... Но самое главное, мы знаем, опять же, и из твоего инстаграма, в том числе, что мама приехала в Ереван, и мама была на Кристинах, и это самое главное, мне кажется, что это, наверное, одно вытекло из другого в некотором месте. Абсолютно верно, и тут хочется разбить все стереотипы и все домыслы людей, которые думают, что и я, в том числе, думающая, что, наверное, это интервью поставит точку в наших отношениях, но произошло... Обратное. Да, обратное, и стало общение намного лучше, и тут я убедилась в том, что, действительно, когда ты делаешь что-то искренне и говоришь от всего сердца, то происходят верные какие-то вещи. И мама приехала, и было просто супер, и все были... Это был сюрприз, мы никто не знали. А, да, мы не знали. Это было ваше первое общение после этого интервью и после, скажем так, конфликта? По-моему... Ну, вживую, конечно. Да, вживую, да. Но вообще вот... Вообще нет, мы... Вербальное. Нет, мы переписывали. Ну, как бы мы не созваниваемся, но мы переписываемся. Да, нам пока этого достаточно. А интервью как-то вы обсуждали в Ереване? Нет, конечно, нет. Но у нас есть... Вы знаете, что они его смотрели? Я узнала, да, что мама это смотрела, хотя она утверждает, что она этого не делала, делать не будет, но я знаю наверняка, не хочу туда лезть. Я думаю, что она увидела, услышала то, что ей надо. Будем держать в руках это хрупкое счастье, и это совершенно прекрасно, что вот вдруг вот, да, так в итоге получилось после этого интервью. Интервью действительно великолепное. Кто не видел, заходите, Юрий Дудь, Варя Шмыкова в гостях у Юры. Шпит еще наш товарищ. Я предлагаю прерваться в небольшую музыкальную паузу сейчас, и мы послушаем монеточку с ее треком «Мама есть секрет», потому что, как мне кажется, в хронологии это было дальше. Да, да, да. Ну и эмоции тоже, в общем, мы не понижаем градусы. И обязательно про этот клип, про его создание, про твое участие в нем мы поговорим сразу же после того, как он прозвучит в эфире радио «Голос Берлина». Варя Шмыкова, Даня Радлов в гостях у нас. Продолжаем наш разговор. Только что прозвучал клип «Монеточки мамы и секрет». Все те, кто будут смотреть наше интервью на Ютьюбе, просто найдите его отдельно. И послушайте, посмотрите. Я зашла в комментарии. Там их, конечно, миллиард. Это интересно. А просмотров, кстати, на сегодняшний день актуально почти 2,5 миллиона. Нормально. Я думаю, что ты не обновляла давно. Да, да. Эти данные 2,5 миллиона. Это, конечно, о многом говорит. Я несколько комментариев даже себе выписал, зачитаю. Хоть бы хорошие. Они очень показательные. Да, да, нехорошие стирают. Это единственная песня за 34 года, которая заставила меня плакать. Вы очень смелые и сильные. Это настолько качественный клип и подборка мамы сильных женщин, что я аж расплакалась. В принципе, в комментариях все плачут. Клип просто невероятный. Всю жизнь ждал, мужчина пишет, когда посвятят внимание стойкости женщины позиции, «Монеточка сделала ты наилучшим образом». Который раз смотрю, каждый раз слезы от гордости наворачивают из-за таких людей и из-за таких женщин. К 8 марта, к Международному женскому дню, «Монеточка» выпустила этот клип, приурочила его выход. Расскажи о нем, как вообще вот этот контакт появился, как Лиза тебе объяснила, в чем, собственно, посыл, да? Ведь у нее же какой-то определенный был, наверное, смысл заложен в этом. Как вы снимали? Это, наверное, Даня тоже может рассказать. Да, да, да. Слушайте, тут на самом деле хочется сразу сказать, что Лиза невероятно крутая девушка, поэт, женщина, какой-то, хочется сказать, лидер. Ну, потому что я смотрю на нее с таким восхищением, то, как она живет, то, как она воспитывает детей, как они с Витей, со своим мужем вообще сосуществуют. И тут предложение, которое поступило от нее, просто я аж раскраснелась, потому что мне, конечно, очень льстит, что она решила меня пригласить. И потом, когда я уже увидела, в какой компании я... Она сама к тебе обратилась, да? Да, да, конечно. Мы знакомы, мы общаемся. Мы были здесь у нее на концерте, когда она была в Берлине. Корней тоже был. Он потом слушал, мне кажется, неделю не переставая все ее песни, смотрел клипы. И когда... А до этого я ему объяснила, куда мы там пойдем. Потом мы пришли к ней за кулисы. Корней сфотографировался. Он был прям очень excited about this. Вот. И идея клипа... Ну, я читала текст, как бы, песни. Мне было все понятно. Да. И здорово, что все-таки внимание было уделено мне, в первую очередь, как маме и всем остальным участницам. Но в этом был, видимо, главный смысл. Да, да, да. Да, потому что, понятно, все мы с позицией, все мы стойкие, все мы сильные. Но главная наша сила это вот эти вот маленькие человечки рядом. Дань, как проходили съемки? Очень интересно. Сейчас мы узнаем все про закулисья. Я сидел напротив, держал телефон в руках. Все. В принципе, все снято на телефон, да? У всех, мне кажется. Мы были в загородном доме. Так совпало. Очень удачно совпало, потому что мы, во-первых, были все в таком расслабленном режиме. Никуда не спешили. Не думали про работу, про школу и про другие дела и заботы. Ну и плюс, в целом, просто там такой был антураж и очень приятная атмосфера. Мы так бесились, да. Поэтому ребята бесились. А я снимал и хихикал, стараясь не сильно руками трястись в этот момент. Что из этого получилось, вы можете увидеть, посмотрев клип. Понеточки. У мамы есть секрет. У мамы действительно есть секрет, но мы озвучим его в конце нашей встречи. Строчно. А пока двигаемся дальше. Что у нас, мне кажется, надо обязательно рассказать про успехи Корнея в школе. Да, я у меня вот из последнего, я поделюсь. Забираю, значит, Корнея из школы, а я особо не общаюсь с родителями, то есть есть групповой чат, но в нем в основном какая-то такая информация, куда прийти, куда-нибудь. Сдать деньги на занавески. Ну, да, кстати, этого еще ни разу не было еще. Может, занавесок просто нет, поэтому. Занавесок реально нет. У них эти жулисты такие. Ну, в общем, да, в основном такие чисто информативные сообщения, и я ни с кем не коммуницирую, во-первых, потому что они все говорят на немецком, а я нет. Но нет, есть, конечно, родители, которые говорят по-английски. Но, в общем, тут мы что-то прям долго, час мы разговаривали с одной из мам, очень классная девушка, там тоже, она сразу мне там выкатила всю свою историю судьбы, но самое интересное было то, что в какой-то момент Корнея начал петь песню, мы прощались, уже расходились, он начал петь песню, она такая, о, я знаю эту песню, а Корнея поет, и там одна русская песня. Я говорю, вы, наверное, не можете ее знать, потому что, ну... Она русская. Она русская, да. Говорит, нет, 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 я точно ее знаю. И она что-то спросила у своей дочери, и оказывается, дочь уже переняла эту песню, просто на бла-бла-бла-бла-бла-бла, постоянно... То есть мелодия. Да-да-да, постоянно ее поет, и она говорит, да-да-да, это то, что я пою, и она говорит, да, и вообще вот мне дочка рассказывает про Корнея много, что Корней самый умный в классе, что он всем помогает делать математику, и немецкий сказала мне. Ты смотри-ка. Вы понимаете? То есть я, когда смотрю на Корнея, мне вот просто, не знаю, не страшно, потому что то, какие успехи делает этот семилетний мальчик, ну, у меня берет гордость, и я уверена, что здесь моего как бы не очень много, то есть не я с ним учу немецкий. Он такой сам. Он просто, он Маугли, я не знаю, как еще сказать, он приспособится ко всему, и то, что действительно он первый в классе и по математике, и по немецкому, гордость берет. Ну, понимаешь, но русский не идет, понимаешь, вот не нравится ему что-то там писать по-русски. Ну, мне кажется, что он все равно это, конечно, возьмет от семьи, никуда от этого не денешься, но, может быть, ты записываешься к нему на курсы немецкого. Он, кстати говоря, на создании поправляет, поправляет. Ну, молодец. Он шутит про меня с таксистами. Я немножко понимаю, дело в том, что не понимаю, но да, он вообще... Ну, он поправляет, да, произношение, порядок слов надо поправлять. Молодец. Играет с нами. Он загадывает какое-то слово, мы угадываем перевод. Но таким образом вы будете тоже смеяться, но вы выучите язык. Скорее всего. Это очень действенная история. Ну, а что касается песни, я не знаю, какую песню он поет, но передайте ему, что ротация радио «Голос Берлина» собственно, к его услугам. По-моему, у нас нет ни одного исполнителя с именем Корней. Поэтому... Точно, да, такого нет еще. Поэтому welcome. Ему даже псевдоним никакой не нужен. В отличие от Лизы. Да, да, да. Из предыдущей серии. Еще мы забыли важный момент в хронологии событий, произошедших в вашей жизни за последние полгода. Это официальное открытие театральной компании Кирилла Серебренникова. Да. Где ты принимала участие, где, я так понимаю, вы оба каким-то образом... Да, я тоже принимала участие. Больше, чем я вообще. Расскажите об этом. Есть, может быть, уже какие-то наметки, планы, что-то произойдет? Без главного секрета. А, без главного секрета? Без главного секрета, что можно сказать? Что действительно есть такая вот компания Кирилл and Friends. Она пока только номинальная или там уже что-то происходит? Все, я так понимаю, спектакли, которые выпускаются Кириллом и его партнерами, коллегами... Его компания и ее френдс. Да, да, коллегами. Ну все, я не знаю, как это назвать, Кирилл and Friends. Кирилл и друзья. Кирилл и его друзья. Все, кто выпускает. Женя Кулагин, вот сейчас выпустили спектакль Апокалипсис Даня, видела его на Кипре. Я, к сожалению, не видела пока что. Женя Кулагин, Господи, Кулагин, да, Иван Евстигнеев. Вот сейчас Кирилл выпустил оперу, одну из трех частей, значит, еще впереди следующую. То есть все-все-все, что это и делается, это такая... Ну вы оба тоже friends. Ну мы friends. Да. Ну да, это было такое мероприятие, запуск официально, чтобы показать и сказать, что компания запущена. Да. И есть такой формат, мной вообще безумно любимый, который в гугл-центре часто был, когда было открытие, закрытие, день рождения. Это такой концерт, да. Кирилл это сопровождает каким-то спичем, безусловно. И мы, артисты... Капустник, да. Ну да, мы поем какие-то сцены, это было супер, потому что соединение этих разных по возрасту, да, по ментальности артистов. Там какой-нибудь Берт из Талия театра, да, который такой взрослый артист, у него голос невероятный, и Кукушкин, да, рядом. Вот это мое самое любимое всегда было в гугл-центре, вот это совмещение... Впихни не впихуемое, Ну типа того, да, да, да. А в конце дискотека. А в конце, да, Даня устроила там... Ну это я уже была дома, понимаешь? Я уже с двумя детьми... Диджейский сет? Да. Я уже с двумя детьми только видела сториз, как там все в каком-то... Все улетели куда-то, все потные, мокрые. А расскажи вообще, мне вот интересно, диджейские сеты твои, которые, конечно, в прошлой жизни случались у тебя регулярно. Да. Сейчас ты больше продюсер, наверное, чем диджей, но совсем недавно в Берлине произошло очень громкое большое событие. Не знаю, как у вас это называется, наверное, не вечеринка, не тусовка, как правильно? Вечеринка, да. Можно назвать словом вечеринка? Это моя вечеринка. То есть можно сказать вечеринка, это не стыдно. И я слышала очень много отзывов. Мне бы хотелось у тебя узнать про... Вот, наверное, за то время, что вы живете в Берлине, ты как-то уже смог оценить клубную жизнь этого города. Что ты можешь про него сказать? Вот по поводу клубной жизни у меня часто друзья, которые приезжают сюда, спрашивают, куда пойти. Куда пойти? Я говорю, что я не знаю, потому что я никуда не хожу сам. Я... У меня ребенок. Да, мы седы. Я не знаю про клубы ничего. Могу сказать, куда можно пойти погулять, куда можно пойти... Поесть. Поесть, да. Насчет клубной жизни, я сюда ездил раньше, когда... Ну, много лет назад. Я сюда приезжал на концерты. Мы сюда приезжали, когда я бегал на всякие полумарафоны. Ну, и тоже разные вечеринки мы посещали, но сейчас актуально. Я не знаю, что происходит, кроме тех вечеринок, где, собственно, я сам играю. Вот. И тоже мы, когда сюда приехали, я не до конца понимал, получится ли у меня здесь заниматься тоже тем, чем я занимался в Москве. Потому что там, понятно, уже когда тебя знают, уже просто по накатану идет. А здесь я понимал, что я приезжаю сюда. Это еще и столица клубной жизни. И здесь человек, который только приехал, который никто не знает, заново со всеми знакомиться и всем показывать, кто ты. Я не был уверен, что я готов пройти этот путь с самого начала. Поэтому я пошел со стороны хитрого пути. Ну, вернее, так получилось просто. Опять-таки, так же, как это и работало в Москве. Меня позвали сначала, потому что меня знали, потом позвали, потому что меня услышали в том месте, где меня знали. И вот сейчас мне написала девушка в инстаграме, немка, она живет в Берлине, у ее компании будет корпоратив, она хочет позвать меня. В компании одни немцы. Я спросил, кто меня порекомендовал, она мне назвала имя. Я понял, что я этого человека тоже не знаю. То есть кто-то меня где-то увидел, порекомендовал. И вот я надеюсь, что я смогу потихоньку интегрироваться и здесь. И мне будет это очень радостно и приятно, потому что для меня это всегда было, никогда не было для меня ощущения, что это какая-то работа, потому что я огромное довольствие получаю от этого. Я ставлю музыку, которую я сам люблю, я под нее танцую еще, а потом ухожу, мне еще дают за это деньги. То есть это звучит... Мечта! У меня примерно такая же профессия. И у меня тоже. Вот, вот. Мы счастливые люди, получается. Да, у нас такое сборище счастливых людей. А скажите вообще мне, вот союз диджея и актрисы. Сейчас опустим градус пафоса. Читаешь ли ты дома стихи Дани? Ставит ли Дани тебе какую-то музыку? Какую роль музыка вообще играет в вашей жизни? У нас очень много дома музыки. У нас двое детей, и они оба любят танцевать. Лука, как только слышит музыку, он сразу начинает танцевать. Корней, понятно, он уже танцор со стажем. И у Луки, и у Корнея есть свои плейлисты, которые сделал Даня. У Луки есть твой плейлист. Да, он как-то... Ну, в смысле, сделан для... Придется будить, я чувствую, надо узнать подробности. Ну, это я могу рассказать. Как только он родился, я ему начал составлять плейлисты разные. Один это с симфонической музыкой, другой с музыкой для того, чтобы спать, для засыпания, третий с музыкой для бодрствования. Ну, то есть, один из них пять часов длится, другой три. Ну, такие большие плейлисты, они постоянно обновляются чем-то. И он просто слушает музыку с рождения, поэтому, действительно, он сейчас, когда уже чуть больше соображает, чем когда ему было пару месяцев, он когда слышит музыку, он начинает... Видно, что ему нравятся звуки музыки, он начинает реагировать. Поэтому музыки у нас, правда, в доме много, но Варя просто тоже любит музыку. И мы как раз... Это одна из вещей, которая нас связала в самом начале, потому что Варя... Мне очень нравится Данин вкус, и да, та музыка, которую он ставит, она прямо, знаешь, вот моя. Когда ты такой, так, шазам, сразу себе. Да, и это, конечно, клево, потому что... Ну, я не представляю, что я живу с человеком, который там... Разбежавшись, прыгну со скалы. То есть, не ставить это, да, убрать сейчас. Ребята, убираем из плейлиста. Нет, ничего не имею против, я знала в какой-то момент все песни наизусть, потому что у меня был старший, в жизни есть старший брат, который в свое время слушал эту группу. Ну, в общем, ну, вы понимаете, да, про что я говорю. Да, поэтому... А вот про стихи. Ты, ну, те, опять же, кто знакомы с твоим инстаграмом, знают, что ты регулярно размещаешь там прекрасную совершенно стихи и такую поэзию, которую многие, мне кажется, и не знают. Я очень хочу попросить тебя прочитать что-то, может быть, не знаю, сегодня, что у нас, 3 мая, какое-то стихотворение дня, может быть, у тебя есть по настроению. Ты на Дане как-то отрабатываешь это прежде, чем читать, или ты спонтанный всегда такой порыв, ты берешь телефон, записываешь и сразу постишь это в инстаграм? Ну, у меня есть такая особенность, я почему-то стесняюсь Дане, и мне нужно... Только относительно стихов, я так понимаю. Только на стихи распространяется. Ну, это связано с инстаграмом, я не знаю, как объяснить, потому что это ни про какое, ни про соперничество, но мы, помимо того, что творческие люди, мы блогеры, и Даня, как блогер, мне очень нравится. То есть, ну, то есть, действительно, я какие-то вещи смотрю и там у него ворую, в плане там оформления, подачи, действительно. И... Иногда у вас совместные же тоже. Да, иногда совместные мы делаем, да, посты, потому что то, как формулирует Даня, я никогда не сформулирую. Я могу либо спеть, либо прочитать стихи, либо станцевать. Вот, поэтому я стараюсь, ну, и чтобы просто ни на что не отвлекаться и как-то настроиться, все-таки уходить из дома, либо когда все спят. Да, Варя всегда куда-то пропадает, а потом я смотрю эти стихи. А потом стихи появляются. Да, да, да. Как клубничные домики. Та же загадка. Город засыпает, просыпается Варя. Но у меня есть одно такое весеннее, как мне кажется, стихотворение. Все начинается с любви. Твердят. Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. С любви. Я это точно знаю. Все. Даже ненависть. Родная и верная. Сестра любви. Все начинается с любви. Вино и страх. Мечта и отдых. Трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе. Живи. И ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Браво. Спасибо большое, дорогая Варя. Прекрасный Рилл сейчас появился. Надо было снимать. Даня, я еще хотела все-таки вернуться к клубной жизни. Ты сказала, что в Берлине у тебя нет времени, конечно, но может быть в каком-то городе, в котором вы бывали, ты бывал, есть на что обратить внимание, есть какой-то город, который мы один из них оставим, но вот город, который never sleep. Вот куда прям все любители клубной жизни должны ехать за нею? Я думаю, он есть, но у меня есть ощущение, что я там не был. То есть просто у меня действительно мой опыт клубной жизни, он, я до того, как стал сам играть, я ходил на вечеринки, но я не то, чтобы ездил специально куда-то потусить. Мне нравилось сходить с друзьями, но это было, я это делал в Москве, потому что я там жил, играли мои друзья, и это было место, чтобы встретиться с ними, со всеми. А потом остался сам играть, и у меня настолько стало много вечеринок в моей жизни, на которых я работаю, что еще ходить отдыхать на эти вечеринки мне уже как бы не хотелось, поэтому я из-за того, что из-за того, что был внутри, из-за того, что в основном играл в Москве, к сожалению, наверное, ничего такого по рекомендователю сказать не могу. Ну, я был в Берлине, в Берхайне я был, но я не знаю, я не... Ну, а какой жизнью зажил Ереван? Вот в Ереване, да, в Ереване было, да, в Ереване, да. Да, я там играл, когда мы приехали туда в марте жить в 22-м году, и туда же переехали еще ребята Эстетик Джойс, да, и кто-то еще, по-моему, нет? Да, да, запускают там какое-то веселье. И вообще-то в каждом практически городе, куда мы едем на гастроли, Даня там себе находит. Да, я стараюсь параллельно, помимо того, чтобы организовать варень спектакль, я стараюсь еще найти место, где я могу поиграть, чтобы я тоже был при делах. В Ереване Даня играл, там еще было день рождения у папы Дани, у Васи, и была вся семья за огромным столом, мы все ужинали, а потом Даня игрался. Это было вообще офигенно еще место, это было ПЭО, да? Эстетических удовольствий. Да, именно это было в тот вечер. Просто нереально. Здорово, ну что? Я думаю, что никаких секретов нам особо не раскрыли, но мы будем очень-очень все любители и ценители, будем ждать, конечно, твоих сетов в Берлине. Скоро будет сет Толя Виви. С плейлистом Луки. Нет, это все заснут тогда. Это будут какие-то детские, детские дневные. Они же, я так понимаю, разные есть. Знаете, что я еще хотела у Вас спросить? Про такую вещь, как сериал Иные. О, да. Про это мы еще никого не рассказывали. Потому что Даня у нас диджей, с тобой все понятно. Мы никому не рассказывали. Даня диджей, Даня продюсер, а он еще актер. А он еще актер. Так, это мой муж. Это я хочу, пусть Варя не расскажет. Я расскажу, можно ли? Ну да. Ну или... Ну расскажи свои впечатления. Я просто расскажу свою историю в двух словах, что мы приехали на съемочную площадку к друзьям, посмотреть, как происходят съемки сериала, сериалы Иные. Это фэнтези. Да. Да, да, да. Очень красивое было место. Очень, ну, очень масштабный сериал. Из-за этого, конечно, когда ты оказываешься на площадке, ты под огромным впечатлением от того, как это все происходит. И ты видишь эту магию кино, которое там рождается. И мы просто смотрели, как снимают один из эпизодов. И когда был перерыв, мы остались в комнате с режиссером и с оператором, с Вовой и с Мишей. И с Темой Золотаревым. Помнишь? Из Буэнтези. Да, он тоже стоял. А, да? Ну, в общем, да. И они все мне говорят, Варя, ну что, может, все-таки снимешься? Угу. А там можно как-то вот просто вдруг вписаться? Ну, к друзьям всегда можно залететь на эпизод. Тем более, что это фэнтези. Действительно. Тем более, что это фэнтези. Придумать все, что угодно. Да, да. И предложили Варе. Варя сказал, да, я могла бы. И они сказали, что единственное, нам нужно тебе партнера найти. У нас сегодня, мы пока не нашли партнера, нужно найти симпатичного молодого человека. Ха! Да что ж симпатичного? Они сказали, красивого надо найти. Да, красивого человека надо найти, молодого. Чтобы он играл немца. Угу. И начали... Я начинаю своих однокуртников там вспоминать. Да, какой-то начался процесс, и ребята говорят, давайте Даню. И я, ну, я воспринимаю как вызов, как шутку. И при этом подумал... Не, вызов и шутка это разные вещи. Раз предлагают, то... Надо брать. Отказываться я точно не буду. Потому что если у меня получится плохо, это будет не моя ответственность. Потому что не я попросил, снимите меня. Они сказали, снимись. И опять же, это фэнтези. Да. Опять-таки. То есть, вся ответственность на них, потому что я не просил. Если вы хотите, я сыграю так, как я могу. А понравится вам или нет, это уже... Смотрите. И все, мы потом разъехались. Я написал сообщение, действительное предложение в силе. Мне сказали, да. Вот тебе самопробу, запиши. Там три сцены. Ты будешь говорить на немецком. Тогда еще мы не знаем, что мы поедем жить в Германию. Это было таким, да, подготовкой. Это был знак. Мне сказали, там все будет довольно просто. Тебе сначала отрезают руку, амбутируют без анестезии. Ты должен там кричать. Потом ты без руки гуляешь по замку, напиваешься там. Потом у тебя любовная сцена с Варей. А потом ты себя сам убиваешь молотком по голове. Самая сложная, наверное, любовная сцена с Варей, да? В чем в этом списке сцен? Для первого раза, для дебюта в кино это такой, ну как бы... Да, это спектр вообще всего, всего, что можно было попробовать сделать. Он сделал, он сделал, все. И еще и по-немецки. Еще и по-немецки, еще и более того, талантливо. То есть, не было вот этого, знаете, чувства кринжа, испанского стыда. Или что это просто муж шмыковый. Или что все стояли и ждали, а как даже он отогрел. Нет, к нам подходила постоянно прекрасная, господи, я же забыла фамилию, Хенкина, Ольга Семеновна, да, которая была советчиком на сериале, она помогала артистам, консультантам, да. Она подходила через дуголь, просто говорила, Данечка, гениаль, Даня, Даня. И мне было так гордо, потому что, во-первых, я сама вижу своими глазами это, и это действительно, у меня правдой слов нет, Даня потрясающе справился с этой ролью. Мне кажется, после всех тех дифферамбов, которые сейчас прозвучали из твоих уст в адрес Дании, хочу тебе обратить твое внимание на то, что на сайте Кинопоиск, если ты забиваешь Данил Радлов, он уже там есть, ссылки на сериал Иные, и там есть такая опция, написано «Любимая звезда», и можно сердечко поставить. Я тебе предлагаю. Хорошо, я так сделаю. Я так сделаю звездочкой. Можно я сразу передам привет тогда режиссеру этого сериала, который подсветил нашу звездочку Вове Ракше, который сейчас живет в Лондоне. Вову, привет. Прекрасно. Ну, сериал Иные, все, кто захочет посмотреть на Даню Радлова, который по-немецки отрубает себе голову или что-то, ампутирует руку, welcome. Ну, опять же, повторю, это фэнтези. Никто не пострадал, как мы видим. Я сейчас, конечно же, вернусь к фразе «У мамы есть секрет». Да. И попрошу тебя, мы сейчас вот перематывали пленку назад, смотрели, что произошло за полгода, сейчас будет спектакль, а потом, вот давай откроем тот самый главный секрет, ну, сейчас, на сегодняшний день, актуальный. Да, на самом деле, так удивительно совпало, это не какое-то специальное, но я думаю, что все не бывает просто так. Дело в том, что у Кирилла Семеновича есть фильм, который едет в Канны, который называется, да, «Лимонов», и премьеру поставили на день спектакля «Вий», который играется в театре «Талия» в Гамбурге. Там играет Вика Мирошниченко, прекрасная артистка, и также она играет главную роль в фильме «Лимонов». И обидно пропустить «Красную дорожку» в Каннах, поэтому вместо Вики в этот вечер буду играть я, ее роль, и я безумно рада обстоятельствам, которые сложились, что я прикоснусь к этому материалу, к этому спектаклю, к партнеру Филиппу Авдееву и вообще этому немецкому театру, спектакль на немецком, моя роль частично на русском и на немецком, и я сегодня, будучи на маникюре, посмотрела в записи спектакль, и, ну, те, кто не видел, ребята, Гамбург, Талия, театр. Мне кажется, четыре или пять спектаклей будет в мае. Не важно со мной или без меня. Какого числа вы будешь играть? Я буду играть 19 мая. Это вам последний, да, мне кажется? По-моему, да, вот в этой вот четверке, да, это просто нужно видеть. Это такая сильная работа, я помню, я сейчас посмотрела, я вспомнила те чувства, которые нахлынули на меня. В первый раз, когда мы с Даней это увидели, это... Он полностью на немецком, но все понятно. Вот, например, вот все понятно. И я смотрю и обливаюсь слезами, и я в конце, я не могла ни хлопать, ни встать, ни ничего, я была просто где-то. Это очень сильная история, и я очень-очень рада, что у меня получится это сделать. Здорово. Если вдруг кто-то из этой труппы захочет тоже уехать на премьеру... У нас есть солдат в замке. Ты знаешь, кому можно предложить, он нам не подведет. Ребята, огромное спасибо, что вы были сегодня с нами. Очень жалко, что не удалось услышать заместителя директора. Он немножко покашлял там пару раз. То есть мы знаем, что он с нами присутствовал. Кто знает, может быть, он запомнит эту встречу и потом скажет, да-да, конечно, я помню 3 мая 24-го года. Встречаемся через полгода. А давайте. О, хорошо. Я уверена, что за это время произойдет еще огромное количество событий. Да. Только со знаком плюс, чего я вам от всей души желаю обоим. Всяческих успехов. Не болейте, пожалуйста. У нас сейчас мы попрощаемся и уйдем в музыку. Расскажи, что это за музыка. У тебя есть 20 секунд Звента Свентона. Прекрасная. Тина Кузнецова, господи, я люблю тебя. Певица от Бога, которая продолжает свое дело, несмотря на то, что кто-то считает это не модным, но она несет фольклор в этот современный мир, а ее прекрасный муж Юра все это миксует с офигенными, как это? Ну, с электронной музыкой. Да, с современной электронной музыкой. И это просто... И ты тоже там снималась в ее клипе. Да, я там снималась в клипе. Да, я снималась в клипе. Позвольте клип. Но это уже совсем другая история. Даня, Варя, Лукошкин, спасибо, пока. До встречи. Пока. Пока.